всем привет дамы и господа сегодня ко мне приехал легендарный телефон nokia 3310 я не знаю помните ли вы такой телефон или у меня уже все зрители очень молодые которые уже были рождены после выпуска этого телефона скорее всего вы даже не знаете о таком телефоне легендарном nokia 3310 это не смартфон это кнопочный телефон у него даже не цветной экран у него черно-белый экран и этот телефон умеет только звонить писать эсэмэски и есть там какие-то примитивные игрушки но он именно легендарный все говорят что он очень прочный все его вспоминают прям с такой теплотой все говорят что у меня такой телефон был то есть этот телефон стал таким культовым вообще раньше компания nokia она была не как сейчас сейчас а nokia никто ничего не знает никто практически они не говорит а раньше nokia это была действительно хорошая компания все хотели себе телефон nokia у nokia было столько моделей телефонов на разный вкус на разный кошелек то есть раньше nokia было очень крупным игроком на рынке телефонов сейчас конечно той nokia уже практически ничего не осталось ну что ж давайте посмотрим что у меня там за телефон надеюсь он рабочий потому что как вы понимаете этот телефон не новый он восстановленный этот телефон nokia 3310 он был выпущен вообще в начале 2000-х годов вот так был упакован этот телефон никакой коробки оригинальной фирменной просто в отдельном пакетике зарядное устройство и в отдельном пакетике сам телефон ребята ну что вы готовы это увидеть смотрите это nokia 3310 легендарная в синем цвете nokia переворачиваю и здесь у нас вот такой вот телефон опа только немножко бренд почему-то отклеился видите наклейка это уходит надо ее приклеить на супер клей на здесь плохо закреплена на экране защитная пленка наклеена чтобы никак экран не поцарапался офигеть такое чувство странное когда его держишь в руках он такой толстый это настоящая nokia это не подделка это именно та самая nokia 3310 смотрите ребят чтобы открыть вот эту заднюю крышку и добраться к аккумулятору к сим-картам нужно нажать вот эту белую кнопку и потянуть вниз и тогда крышка открывается здесь мы видим аккумулятор смотрите контакты аккумулятора закрыты каким-то скотчем нужно его сейчас убрать это сделано чтобы телефон не включился во время транспортировки смотрите как здесь все продумано чтобы достать аккумулятор его просто так не поддеть здесь есть специальные защелки раз защелка и два защелка отодвигаю защелки раз и аккумулятор выпадает сам естественно аккумулятор здесь не оригинальный аккумулятор китайский новый посмотрите он достаточно толстый то есть я думаю телефона будет хватать надолго и лоток под сим-карту естественно телефон не поддерживает micro sd карточки потому что в то время еще их не было здесь поддержка одной сим-карты самый большой сейчас даже трудно найти такие сим-карты у всех сим-карты на на микро здесь самая стандартная большая сим-карта так а как его сейчас включить то ребят у кого был такой телефон скажите как он включается я не знаю просто как его включить у меня не было конкретно такой модели nokia у меня были более уже продвинутые более современные с цветными экранами полезу сейчас в интернет смотреть как телефон тут включается потому что я на все кнопки нажимаю и что-то никак его запустить не могу ребята все его запустил короче оказывается здесь есть специальная кнопка запуска она вверху вот она вот эта кнопка я думал это просто элемент дизайна такой а на самом деле это вот кнопка черная кнопка включения зажимая ее телефон у нас пишет что insert sim card то есть вставьте наверное сим-карту ну ладно сейчас вставлю кстати ребят смотрите у меня есть еще один раритет nokia я не знаю как точно называется эта модель что это за модель но тоже здесь черно-белый экран тоже видимо он из каких-то ранних двухтысячных годов и этот телефон у меня именно оригинальный то есть его как купили в начале двухтысячных так он еще и в рабочем состоянии и причем не в плохом состоянии вообще в отличном состоянии как новенький он кстати сделан знаете где в венгрии я когда смотрел я думал сейчас все телефоны делают в китае но этот телефон сделан в венгрии такие у меня сейчас два телефона есть ну ладно сегодня мы разговариваем конкретно про nokia 3310 я ее запустил смотрите зеленая подсветка экрана раньше таких кнопочных телефонов подсветка экрана была разная у кого-то было оранжевая у кого-то синяя у кого-то зеленая как здесь потом уже появились экраны цветные я помню когда у какого-то друга у своего спросил говорю а какой у тебя телефон типа с цветным экраном он где да светлым с синим говорит то есть он считал что вот эта подсветка экрана синяя это и есть уже что да у него цветной экран короче смотрите здесь все очень просто вот это вот рабочий стол здесь написан оператор время сообщение индикатор сообщение что у меня есть не прочитанная sms к вот эта шкала эта связь то есть у меня сейчас все палочки связь ловит отлично а вот эта шкала это получается батарея у меня сейчас 2 палочки батареи ну то есть примерно наполовину батареи у меня сейчас заряжена заходим в меню и что мы здесь видим телефонная книжка где сохранены все наши контакты дальше сообщение следующее это чат как я понимаю это тоже сообщение звонки пропущенные принятые звонки все здесь есть сигналы давайте посмотрим какие у нас здесь сигналы тип звукового сигнала nokia tune давайте его послушаем вот он легендарный этот но киевский сигнал дальше у нас есть моцарт следующий боди мера какой-то откуда-то идет я не пойму а скорее всего вот отсюда да вот он динамик сбоку вибрация такая мощная здесь много смотрите лингтонов даже вот есть новогодний давайте его поставим громкость звонка ну можно поставить максимально минимальную можно убрать звук клавиатуры поставить отключить и теперь когда я нажимаю на что-то никаких вообще звуков не издает телефон следующие настройки установка режимов звонков то есть здесь можно быстрый набор то есть например я нажимаю кнопку 1 держу и телефон звонит маме также сотовый индекс приветствие можно написать себе приветствие какое-то например там привет дима и он будет при каждом включении телефона мне это писать варианты установки защиты можно установить пин-код самое интересное наверное это игры какие же игры есть на этом телефоне ну во первых это легендарная снэйк то есть змейка смотрите какая она здесь медленно я уже играл смотрите как она медленно здесь ползает можно уснуть пока играешь эту змейку очень медленно очень так по-детски я не знаю для детей нами сделано чтобы они уж точно не проиграли очень такая медлительная спокойная игра сейчас в это играть конечно уже наверное никто не захочет дальше space impact space impact как я понял это какой-то типа ну типа какой-то не знаю даже стрелялка какая-то следующий бантуми бантуми я не понял что за игра я вообще не понимаю как здесь играть вообще как в такое можно играть здесь нифига не понятно черно-белый экран маленький экран что за игры вообще хрен поймешь пейерс 2 пейерс 2 тоже это как я понимаю какая-то игра связана с с этими но с какими-то что ли картами или чего это такое вот смотрите что вообще это такое как в это играть никакой инструкции нет никаких подсказок обучения вообще вот сам разберись что это такое ну и все больше игр нету получается здесь всего лишь раз два три четыре четыре игрушки калькулятор есть смотрите тут можно посчитать например 25 плюс 5 варианты и равно сколько будет 30 напомнить смотрите можно сделать напоминание себе например установить какую-то дату что-то напоминание и он вам потом об этом напомнит очень прикольная функция раньше наверное многие этим пользовались часы можно установить будильник можно установить время какое сейчас время дату секундомер даже есть ну и стандартные режимы это обычный без звука короткий что за короткий громко громкий режим чтобы вы точно услышали свой звонок и меню sim карты все больше здесь собственно говоря ничего особого нету основное управление телефоном осуществляется с помощью вот этих вот четырех кнопок эта кнопка меню то есть подтвердить эта кнопка назад c а это две кнопки которые листают получается вверх вниз не очень это удобно я помню раньше были там телефоны еще с красной кнопочкой с зеленой кнопочкой то есть красная кнопочка это была отмена здесь все как-то немножко по-другому кстати смотрите здесь имеется подсветка если мы поместим телефон в какое-то место темное то здесь мы можем заметить что клавиатура она подсвечивается то есть ночью вы всегда можете увидеть какая где кнопка находится ну и вот так это выглядит в полной темноте такая приятная красивая зеленая подсветка что можно сказать про этот телефон сейчас его покупать конечно же не стоит его можно купить в роли такого коллекционного аппарата посмотреть чем пользовались ваши родители стоит этот телефон сейчас недорого я его купил примерно за 700 800 рублей проверка на зарядку пробую сейчас зарядить телефон какое гнездо тут впихивать тут два гнезда короче втыкаю зарядку надеюсь что все будет заряжаться так ну-ка батарея заряжена батарея заряжена все заряжается заряжена говорю все пошла зарядка смотрите зарядка работает я доволен о как быстро шустро как будто быстрая прям зарядка так бац 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 быстро бежит эта батарея здесь она будет не видно но зарядный блок здесь 5 вольт 890 миллиампер то есть даже не один ампер но для такого маленького аккумулятора который в этом телефоне установлен такой зарядки хватит честно говоря даже не представляю как этим можно было пользоваться но люди были довольны люди были довольны что их телефон хотя бы звонит что они могут просто общаться с помощью телефона не с помощью домашнего какого-то телефона то есть раньше это было круто иметь такой телефон а еще раньше я видел телефоны были очень большие вот такие огромные трубки с антеннами, но это уже в каких-то там конец 80-х годов. Сейчас, наверное, таких телефонов уже вообще не осталось. Ну вот, как бы так, вот такими телефонами раньше люди пользовались. Конечно, это жесть, если меня сейчас на такой телефон пересадить, да я в первый же день, наверное, его выкину, просто об стену разобью, потому что здесь ничего абсолютно нет, к чему мы привыкли. Ни камеры, ни ВКонтакте, ни Инстаграма, ни интернета, музыку не послушать, в игры не поиграть нормальные. Кстати, представляете, здесь даже фонарика нету. Ссылку я оставлю, где его можно приобрести. Если вы хотите испытать чувство ностальгии, то можете ради прикола заказать себе такой телефон, либо какой-нибудь другой телефон, но я вам советую именно Nokia 3310, потому что это культовый телефон. Если вы его закажете и покажете своим друзьям, то я думаю, им будет очень интересно на него посмотреть. Ну еще раз посмотрите, как он выглядит. Дизайн, конечно, просто бомбический, действительно классный дизайн. Сочетание белого, темно-синего цвета. Форма, смотрите, какая у него необычная, да? Вот такая топовая мобилка. Мне кажется, сейчас айфоном никого не удивишь, а вот если ты с таким телефоном придешь куда-то, на вечеринку, на вписку, да, то ты просто там всех поразишь. Не, все-таки классный телефон. За те деньги, которые я за него отдал, я нисколько не пожалел. Но оставлю его себе, может быть, буду использовать его как звонилка. Может быть, отдам бабушке. Вы знаете, что старшее поколение, они любят такие телефоны, потому что здесь все просто. Здесь просто набрал номер, позвонил, здесь нет никакого там расширенного функционала. Поэтому такие телефоны еще в ходу. И даже если вы сейчас пойдете в магазин, то там тоже будет много кнопочных телефонов продаваться до сих пор. Ну и на этом с вами будем прощаться. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока! Пока!